Прозрение, вот, прозрение, прозреть. Начать видеть и ценить жадно каждый этот миг, с кайфом, медленно, с трудностями, набивая этот багаж знаний и опыта, наслаждаться каждой секундой этой жизни, кайфовать просто от того, что всё у вас вокруг есть, перестать торопиться, чего-то достичь, перестать, да, стремления нам нужны. Про цели и полагания сегодня был вопрос, последний скажу. Цели нужны, желания нужны, но не для того, чтобы их желать и стремиться к ним, нет, это за тем, чтобы за этими желаниями и целями увидеть, какие чувства стоят, то есть спросите вопрос, а чтобы что? Ну вот я хочу машину, а чтобы что? Ну вот буду быстрее передвигаться, и что? Есть другие варианты передвигаться? Есть. Ну, дело-то, наверное, не в быстрее передвигаться, здесь вообще в другом дело. Ну, добьюсь я славы, богатства, и что? А дальше что? А дальше что? Задайте себе вопросы. А что я хочу чувствовать на самом-то деле? Потому что за каждым желанием, за каждой целью стоят чувства, которых сейчас, в данный момент, не хватает. Я отношений хочу зачем? Чтобы что? Чтобы дыры себе закрыть, там, безопасности, нужности и так далее. Так вот эти чувства надо сначала себе давать. Надо стать этими чувствами, надо стать этой любовью, надо стать этой красотой, надо стать... Это не значит внешне исправлять свою красоту, красиветь. Красиветь, блин. Внутреннюю красоту нужно увидеть и быть этой красотой. Надо эти все чувства вживить в себя, то есть увидеть, обнаружить, начать использовать и каждый момент там в жизни наслаждаться. А желание — это просто как маячочки, векторы, да, куда посмотреть, чтобы увидеть в этой мишени, каких чувств не хватает сейчас в себе увидеть. Вот зачем наша душа пришла. И желание ум нам рисует как для подсказок просто. Мир, киношка, всё игра. Не стоит так серьёзно относиться ни к целям, ни к желаниям. Вот. Либо будете страдать, болеть, не будет любви, будет вечная нехватка, голод, моральный голод, физический голод, проблем по здоровью, нет энергии, нет желания жить, нет смысла жить. Вообще ничего нету, да. Одни стремления, цели и желания и постоянная неудовлетворённость. Достигаете вы их, не достигаете, неважно, вы всегда будете неудовлетворены за этой бесконечной гонкой. И жизнь, и то, зачем вы сюда пришли, на эту планету Земля в данный момент, в этом воплощении, в этом аватаре, вы вообще пропускаете и не видите главного. Потому что у вас цели, у вас бабки, у вас там лишь бы заработать, лишь бы что-то сделать, лишь бы чего-то добиться, детей родить. Это не цель. Мужика найти, женщину найти, пожениться, это не цель. Это всё привязки, закрыть дыры собственные. Можно всё иметь без вот этих привязок, да. Наслаждаясь просто, не почему, потому что есть, а просто жить единым организмом, обмениваясь информацией. Вообще всё, это и есть информация, да. Мы пришли сюда за информацией, обмениваться информацией, наслаждаться этой информацией, узнавать, получать опыт и так далее. Вот. Но не просто гнаться бессмысленно, не понимая даже зачем. Вот задаёшь вопрос, нафига тебе то, нафига тебе вот это, нафига. Многие даже не понимают. Ну, чтобы жить, радоваться. Чтобы жить, ты сейчас уже живёшь. Чтобы радоваться, это чувство радости от процесса какого-то творчества, перехода с одного мига на другой миг. Всё. Это никак не связано с деньгами, блин, мужиками. Вообще радость не лежит ни в одной привязке, которую вы вообще говорите. Любовь не лежит, да, вообще даже в чувствах, которые вы будете испытывать к собаке, к мужчине, к ребёнку, к женщине, к дереву, неважно. Она лежит внутри вас, и она никак не связана с привязками, как сказать, вот этой химии, с которой вы пытаетесь эту любовь ассоциировать и так далее. Если вы разберётесь с этим, блин, вообще ваша жизнь поменяется. Вы не к тому стремитесь, не к тому бежите. Вы приходите и говорите, я хочу решить проблему, окей. Решить проблему в голове, окей. Решить проблему с долгом, с здоровьем. Нет, идите нафиг. Вообще, мне неинтересно даже с вами разговаривать. Ни за какие коврижки. Я сейчас опять, мне перечислили через менеджеров деньги. Консультация у меня стоит, не консультация, а полноценная долгая-долгая работа 120 тысяч рублей. Это очень дёшево по сравнению с тем, сколько времени и месяцев мы тратим на сейчас индивидуальную работу. Я вернула деньги трём. В прошлом месяце двум человекам. Блин, 120 на 3. Что это будет? 360 тысяч рублей. Я просто обратно переверла и сказала, мне нахер твои деньги не нужны. Да, я нуждаюсь сейчас в деньгах, мне срочно нужно платить за учёбу будущую мою, накопить деньги. Но я не хочу работать, потому что ты хочешь закрыть свои долги, а ты хочешь решить свою проблему и вылечиться от чего-то. Я не хочу с тобой работать, потому что тебе выгодно болеть, ты сам, как творец, сотворил эту болезнь. Причина в тебе, только ты её собственноручно, своими мозгами, руками её сотворил, и ты не хочешь, чтобы эта болезнь проходила. Потому что как только ты захочешь, душа захочет, чтобы она прошла, её не будет. Ты утром проснёшься, её не будет. Но ты её сотворил, потому что она тебе нужна, эта болезнь. И тебе эти долги нужны. И поэтому решать вот это внешнее смысла нету. И когда вы это поймёте, вы просто охренеете, что любовь не за вашими достижениями, радость не за вашими достижениями. Ваши возможности, все они внутри вас, вообще в другой плоскости лежат. Так, всё, уйду от вас быстрее. Пойду английский учить. Всё, пока, люблю, обнимаю, целую. Давайте, люби, вам всем. Вот вообще, вот такой классный.